Во-первых, я бы не стал делать трагедии ни из результата, ни игры. Мы не дали создать очень много моментов хозяевам, хотя в их составе выделяются как раз атакующие игроки, очень сильные, неординарные. И выбор соперника был продиктован как раз наличием манеры игры у соперника. Это индивидуально яркое, очень техничное. И я думаю, что в этом плане, в плане подготовки к сентябрьским играм, мы получили несомненную пользу. Пользу и индивидуально каждому игроку, и команде в целом. Мы получили, как тренеры мы получили информацию, кто в каком состоянии находится, где у нас есть проблемы, какая проблема в организации игры и в обороне, и в атаке. Так что польза, несомненно, результат, ну конечно, результатом мы не довольны. И я не думаю, что любой игрок в команде доволен после такого матча. Потому что результат все-таки в спорте, он имеет определяющее значение. Ну что, что я хотел по игре бы отметить, какие она уроки нам дала, вот эта игра. Что, конечно, готовность игроков, некоторых игроков, особенно тех, кто без клубов, у кого, и кто поменял клубы. Мы перед игрой говорили, что это такая объективная вещь. И те, кто поменял клубы, игроки, они еще адаптируются в новых условиях. И понятно, что не набрали они еще кондиции, не набрали своей уверенности. Кроме того, у нас есть игроки, которые вообще без клубов. Это Вишняков и Лукьянов. И я как тренер дал им место в основном составе для того, чтобы, во-первых, они готовились через эту игру, проверочную, к играм в сентябре. И второе, я рассчитываю на них. Они должны это прекрасно понимать. И должны вот за эти 2-3 недели, что предстоит перед игрой с греками, с боснийцами, должны работать над собой. Конечно, в этой игре проявили объективные тоже причины. Это травмы Горкша и Цауни. А ведь они лидеры у нас. Лидеры не только игровые, лидеры по характеру. И, конечно, без них мы так ощутили это. Они очень много значат для нашей команды. Но в то же время игра без них, она тоже дает игрокам, да и нам информацию, что надо кому-то брать не на себя игру, кому-то проявлять эти лидерские качества. И я доволен, скажем, характером, который проявил такие игроки, как Андрей Ванин, такие игроки, как Кряуклис, как Смирнов, которые сыграли очень прилично. Такие игроки, как Фертов или Лайзен, они отдавали все силы и всю свою энергию, чтобы противостоять сопернику, который в домашней игре доминировал. И все 90 минут мы стремились забить гол. Я доволен, как вышел на замену Камеш и Гаврач. Очень злые, очень настроенные. И у них многое, что получалось. Я увидел, что, допустим, нельзя списывать со счетов Верпаковского, который также, выйдя на замену, он показал и свое мастерство, и умение противостоять хорошим защитникам. В обороне мы сыграли в целом хорошо, но вот атака, атака не справилась со своими задачами. И здесь я вижу, главная причина – это отсутствие цауни. Все-таки этот игрок у нас, тот, кто конструирует игру, и от него очень много зависит. Мы, конечно, хотим все, чтобы он поправился и уже в сентябре был в строю. Мы сознательно его бросили, так сказать, в холодную воду, что называется. Я думаю, что это хорошая для него школа. А без таких игр он не будет прогрессировать. Он просто не поймет, над чем ему надо прогрессировать. И я доволен тем, что он, разговаривая с ним после игры, что он адекватно воспринимает свою игру. И понятно, что это не была удачная игра. Хотя больших претензий к нему нет ни по отдаче, ни по старанию. Не надо забывать, что это был его дебют в сборной в основном составе. И он сразу попал на команду, на соперника, который высоко по рангу стоит, сборная Монтенегра. Ну и не надо забывать, они были в прошлом цикле и в плей-оффе. То есть команда очень сыгранная, очень мастеровитая. Конечно, мне было тяжело, конечно, не все у него получалось. Но я верю, что этот опыт пойдет ему на пользу. Во втором тайме мы выпустили вместо него Ругина. И вот Ругин уже показал, что очень многое значит не только подготовленность или неподготовленность физическая, но и характер. Вот у Ругина это сполна, там на 120 процентов, и он во втором тайме явно выделялся. Поэтому я тоже очень рад, что и он, и Гаврач выйдя на замену, они усилили нашу игру. А все-таки это игроки обоймы, можно сказать, состава. И они в любой момент могут выйти в основном составе. Вы, по-моему, не были на установке. Вы не знаете, что я требовал от команды. А я требовал того, чтобы мы контролировали игру, чтобы мы выиграли середину поля у соперника. У нас это не получилось. Поэтому, конечно, нам пришлось больше защищаться, и мы могли огрызаться только контратаками. Хотя у Руднева, у Артема было два момента, которые ему создали полузащитники. В первом тайме отличный пас Лайзен ему выдал. Во втором Ругинс, где он оказывался где-то на 16 метрах один перед воротами. То есть ему нужно было улучшить ситуацию и реализовать. Не получилось. Но это не было, к сожалению, очень-очень много. И моментов, повторяю, в атаке мы не сыграли хорошо. Вот это меня больше всего огорчило. А что касается игры в обороне, ну, любая команда умеет обороняться и делает это. И мы в том числе. Тут надо сказать, что и Андрей Иванин, он не сделал много сейвов. В общем-то, мы не дали сопернику создать много моментов. В этом заслуга и центральных защитников Дениса Иванова и Смирнова, и Оскара Клявы с Кряуклисом. Тоже они сыграли очень компактно, очень хорошо, самоотверженно. Но в целом, конечно, давление со стороны соперника было. Тем более, они классная команда, играющая дома, южная, конечно. Игрокам нашим было не очень просто. Вы знаете, хорошие игроки у них, классные игроки атаки у них определяют игру. Полузащитник, центральный Дринчич, который блистает в российской премьер-лиге, показал, что он ведет игру. И для наших полузащитников, конечно, это был оппонент очень серьезный. Йоветич, который играет в Ферентине или вышедший на замену в Ученич, но мастера высочайшего класса, играет в одной из... Причем давно и с успехом, успешно играет в одной из сильнейших лиг в Европе. Так что, ну, не удивили, не удивили. Повторяю, и наша игра, и состояние, оно было прогнозируемое. Мы знали, что у нас есть игроки, которые не в оптимальном физическом состоянии. У нас есть игроки без клубов, у нас нет лидеров. Это тоже объективно мы все учитывали. Но, тем не менее, все равно проигрывать не хочется. Проигрывать не хочется, и настроение после такой игры, результаты не очень хорошие. Но я думаю, что пользу мы извлечем. У нас в команде подобрался очень хороший коллектив и тренеров, и игроков. И мы извлечем пользу для подготовки к грекам. Чисто внешне, конечно, не было радости, но молодые люди, они обычно быстренько забывают эти неприятности. И, в принципе, у них уже в клубе через 2-3 дня игры, поэтому в уныние впадать ни в коем случае не надо. И я это не приветствую. Хотя, что они чувствуют после игры, надо, наверное, задать им вопрос и спросить у них. Но самое главное, о чем мы и поговорили немножко после игры в раздевалке, то, что они должны все прибавлять, не надо паниковать, нельзя подать в уныние. Повторяю, надо, вот в клубе осталось у каждого по 3-4 тура, и надо максимально полезно для подготовки, для работы над собой, надо провести максимально полезно это время.